Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Последнее голландское предупреждение. Выписали ли Нидерланды Украине волчий билет? Брекзит не пройдет. Сколько денег налогоплательщиков британское правительство потратило на рекламу Единой Европы? Турецкий гамбит. Анкара угрожает отказать в помощи утопающей в мигрантском кризисе Европе. Запануем и мы, братья у своей стороне. Каких прав потребовали от президента, премьера и спикера депутаты Закарпатского облсовета? Голландское нет. Нидерланды приостанавливают ратификацию соглашения об ассоциации Украины ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны сразу после публикации предварительных результатов референдума. По последним данным, чуть более 60% высказались против, за 38% голосовавших. Явка составила 32%, а значит, плебисцит состоялся. Как восприняли эти результаты в Нидерландах и чем это может грозить Украине? Подробнее Алексей Пшемысский, он в Амстердаме. Голландцы сказали Украине нет. Соглашение об ассоциации Украины ЕС не прошло референдум. Большинство избирателей, пришедших на участки, высказались против. До последнего политики, поддерживающие Украину, надеялись на победу. Следить за результатами весь политический бомонд страны вчера вечером собрался в одном из главных пресс-центров ГААГи – Ньюспорт. Здесь попивали пиво, шутили и оживленно общались. На многих столах украинские флаги, кто-то даже в шарфе с надписью «Украина». Оглашение результатов, несколько хлопков и растерянная тишина. Такие цифры здесь не ожидал увидеть никто. На главном новостном канале Нидерландов даже срочно отменяют запланированный телемарафон и пускают в эфир фильмы. Активно поддерживающие соглашения министры правительства Нидерландов сразу же меняют тон и осторожно дают комментарии. Исходя из предварительных результатов, похоже, что большинство проголосовало против соглашения. Это важный политический факт, который означает, что процесс ратификации не сможет продолжаться так же, как раньше. Нам придется обсудить это в правительстве, в парламенте, в ЕС и провести переговоры с самой Украиной. Еще вчера улыбавшийся на избирательном участке премьер страны Марк Крютте, объявивший, что отдал голос «за», сегодня сменил риторику. На своей странице в Фейсбук он заявил, что ратификацию соглашения, вероятно, приостановят. Если результаты референдума останутся такими же, как сегодня, мы не сможем продолжить ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. Это мое мнение. Очевидно, что лагерь противников соглашения победил. Мы будем проводить консультации столько, сколько для этого потребуется времени. Возможно, даже не дни, а недели. Для большинства избирателей здесь, в Голландии, референдум об ассоциации ЕС с Украиной скорее стал вопросом их доверия политике Брюсселя. Среди аргументов против называли проблему беженцев или, к примеру, необходимость выделения Украине в финансовой помощи. Хотя и то, и другое к тексту ассоциации отношения не имеет. Против соглашения здесь агитировали евроскептики, выступающие вовсе за выход Нидерландов из ЕС. Две трети населения Нидерландов против этого соглашения. Поэтому, если явка выше 30% и результаты признают, правительство Нидерландов должно приостановить процесс ратификации и добиться от Брюсселя принятия другого, неполитического соглашения с Украиной. Кто же провалил референдум и почему голландцы просто слишком мало знали об Украине? Большую часть агитации украинский МИД решил провести в последнюю неделю, сконцентрировавшись в основном на торговле. В Нидерландах провели бизнес-форумы, несколько дискуссий с участием нашего министра иностранных дел. Но вот обычных голландцев интересовало вовсе не украинское сельское хозяйство, а коррупция, нарушение прав человека и скандал, которым закончился фестиваль ЛГБТ-сообщества во Львове. Острая тема для многих здесь. Последние дни в интернете активно распространяли вот этот ролик с подборкой драк Верховной Раде. Имеж страны пришлось спасать обычным украинцам. Всю прошлую неделю здесь выступали наши музыканты. Голландцам показывали фильмы об Украине и о Майдане. Представители диаспоры устраивали массовое флешмобу и велопробеги в поддержку ассоциаций. И даже за свой счет печатали листовки и флэера. Посольство Украины лишь разбудят руками, на что дали денег на то и хватило. Были выделены деньги на проведение заходов, но этих заходов за эти деньги можно было провести аж два. И были выделены деньги на проведение дни в кино в Нидерландах. Вот это все деньги, которые были в распоряжении государства. Поэтому, если кто-то думает, что мы использовали деньги не по призначению, у нас таких денег не было. Кого винить в том, что далекая Нидерландом Украина стала жертвой голландской демократии? Вопрос, который уже вряд ли повлияет на судьбу ассоциаций. Нет, на референдуме сказали всего чуть более одного миллиона голландцев. Это 10% населения страны. Да и в сравнении с населением всего ЕС. 500 миллионов. Эта цифра вовсе небольшая. Но несмотря на это, теперь без решения правительства страны ассоциация не заработает в полной мере. Если Нидерланды откажутся ратифицировать соглашение, оно, как сейчас, продолжит работать в так званом временном режиме. Торговля Украины с Евросоюзом, к примеру, это вовсе не помешает. Одним из итогов референдума может стать то, что Нидерланды просто исключат из текста ассоциации. Тогда на страну не будут распространяться, к примеру, нормы о коллективной безопасности между Украиной и ЕС и нормы о миграции. Но в таком случае текст придется снова ратифицировать всем странам Евросоюза. Также неизвестно, какова теперь будет и судьба безвизового режима с Украиной. Ведь перенять его в Европе готовились как раз после голландского референдума, ожидая совсем других результатов. И Брюсселю с европейским скептицизмом голландцев считаться все же придется. Из Амстердама Алексей Пшимыский, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Предварительные результаты референдума прокомментировал и президент Украины. Петр Порошенко сейчас с официальным визитом в Японию. Глава государства напомнил, в соответствии с законодательством Нидерландов, этот плебисцит имеет исключительно консультативный характер и заверил, что независимо от результатов Украина не свернет с пути евроинтеграции. Я хотел бы всем напомнил, что настоящая мета организаторов референдума – это не договора о асоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это атака на единство Европы, атака на увеличение европейских ценностей. Я уверен, что стратегически эта события не есть перешкодой на шляху Украины к Европе. Хочу ответственно заявить, что несмотря на это, Украина продолжит втеливать в життя угоду про асоциацию, забезпечивать створение поглибленной и всеохопливающей зоны свободной торговли с Евросоюзом, поскольку это шлях до модернизации украинской державы, изменения ее независимости. Отреагировал на мнение рядовых голландцев и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он сейчас тоже в Японии в составе президентской делегации. С точки зрения практической имплементации, сейчас ничего не меняется. Угоды используются, как и раньше, пока что на тимчасовой основе. Так что никто не турбуется абсолютно никаким образом. Провалом действующей власти, а не поражением Украины, называют результаты нидерландского референдума в оппозиционном блоке. Об этом говорится в заявлении Политсилы. Там считают, что такие результаты это сигнал того, что нынешняя власть не справляется и пора на выборы. Кроме этого, это последствия украинских псевдореформ. Голландцы проголосовали против коррупции, против беспорядка и беззакония в Украине. Европейцы поддержат нашу страну тогда, когда она будет следовать европейским нормам и стандартам, а не только их декларировать, говорится в заявлении. Как же будут развиваться события дальше и какая судьба ждет Украину на этом пути в Евросоюз? Давайте послушаем политологов. Это вопрос месяца. Я думаю, что дискуссия в самих Нидерландах занимает тиждень-другой. После этого это будет обговорено на уровне Европейского Союза. И где-то через месяц мы получим примерно понимание, каким образом это значится на перспективах украинской евроинтеграции. Очевидно, что пока нас ждут очень долгие перемоги, без четких решений, а после этого решение будет найдено, но только в сфере политики. Наголошу, что угода про асоциацию между Украиной и Европейским Союзом уже работает. Экономическая часть уже работает. Навряд ли их кто-то изменит. Эти результаты будут учитываться. Дальше ратификация голландским парламентом будет приостановлена полностью. Но при этом соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом оно будет действовать. Но на временной основе. В Европе пока и в Европейском Союзе прекратятся разговоры, всякие разговоры о возможном членстве Украины в Европейском Союзе. Эта тема на время будет снята. Плохой вариант это когда такие референдумы могут пройти еще в ряде ключевых государств. Такие отказы, можно сказать, грубой форме другим странам, они не выносились. Это фактически желтая карточка Украине со стороны одной из важных стран Европейского Союза. Это повод для нас задуматься, каким образом нам реализовать в дальнейшем свою внешнюю политику. Переговоры будут продолжаться. В первую очередь Европейский Союз, руководство Европейского Союза, Европейская комиссия должны будут решить, что делать с этим референдумом, с его результатами, как его интерпретировать и каким образом имплементировать его решения. То есть Нидерланды, правительство Нидерланды уже заявило, что они очень внимательно отнесутся к результатам референдума. Что положение договора об ассоциации будут, возможно, пересмотрены, в крайней мере, отдельные пункты. И, конечно, для Украины это, в первую очередь, в политическом плане проигрыш. На голландское «нет» отвечает Европа. Что заявила в своем видеообращении к украинцам президент Литвы Даля Грибаускайте, почему разочарован глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и как реагируют европейские СМИ. Все подробности у Татьяны Лагуновой. Первая реакция на голландское «нет» от стран, которые больше других поддерживали и поддерживают Украину на пути евроинтеграции. Президент Литвы Даля Грибаускайте даже записала в видеообращение. На английском призвала, несмотря на результаты референдума, не терять надежду и не ставить под вопрос европейское будущее Украины. Напомнила, что положение соглашения о свободной торговле де-факто уже вступили в силу. Ну а закончила свою речь президент Литвы на украинском языке. Сегодня мы можем стать больше объединенными и решительными, готовыми к реформе, интеграции и новой европейской Украине. Литва и вся Европа будут на вашей стороне. Слава Украине! За такую поддержку украинский президент уже поблагодарил коллегу в своем твиттере. На стороне Украины также Германия и Франция. Берлин и Париж будут и дальше поддерживать Киев и применять соглашение об ассоциации. Об этом заявили французский президент Франсуа Ланд и канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в Меце. Я говорила вчера с голландским премьером, Нидерланды найдут ответ и мы должны его подождать. Они будут работать над этим вместе с европейскими институциями. Мы заинтересованы в том, чтобы путь Украины в направлении ЕС и в направлении достижения определенных стандартов, которые закреплены в соглашении об ассоциации, был непрерывным. Расстроили результаты референдума главу Еврокомиссии Жанна Клода Юнкера. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии. Европейская комиссия принимает к сведению результаты голосования. Поскольку референдум носит консультативный характер, власти Нидерландов должны проанализировать результаты и решить, что делать. Еврокомиссия по-прежнему твердо намерена развивать отношения с Украиной. Вы спросили меня, что чувствует глава Еврокомиссии. Думаю, я могу вам сказать, что он расстроен. Что предпримут власти Нидерландов дальше, ждет и Дональд Туск, президент Европейского совета. Он уже обсудил с премьером Нидерландов результаты голосования. Много материалов и в прессе СМИ пишут, референдум мобилизовал в первую очередь местных евроскептиков. И проголосовав против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, они показали свое отношение к единой Европе. Дав дополнительный козырь британским евроскептикам, которые готовятся к своему референдуму относительно выхода из Евросоюза. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. На фоне голландского референдума старый свет захлестнули евробежные настроения. В Великобритании оживился лагерь евроскептиков. В чем они обвиняют действующее правительство, расскажет Оксана Кундеренко, поскольку она в Лондоне. Почти 10 миллионов фунтов стерлингов на пропаганду, и это деньги налогоплательщиков. Британский Кабмин и лично премьер под шквалом критики из-за листовки. С завтрашнего дня почтальоны отнесут в каждый дом вот такие буклеты. На 14 страницах официальная позиция правительства относительно будущего референдума и потенциального выхода Великобритании из состава ЕС. Весьма односторонние. Отделяться крайне невыгодно. Наша позиция не нейтральная. Выйти из ЕС будет плохим решением для экономики, рабочих мест, инвестиций, семейных бюджетов. Ничто не остановит правительство, чтобы донести это до народа. Мы правильно тратим средства. Кэмерону пришлось оправдываться за потраченные на компанию деньги. Ведь далеко не все члены правительства поддерживают его точку зрения. Есть и рьяные сторонники Брекзита. Если бы эта шутка действительно объясняла людям все нюансы, одно дело. А так, это просто предвзятый текст. Истеричные, какие-то ненужные предупреждения об опасностях и рисках. Впрочем, агитация за Европу – дело не незаконное и не новое. В 1975-м во время референдума за вхождение в состав ЕС в стране распространяли подобные буклеты. Активисты из лагеря евроскептиков сетуют. Такого ресурса у них нет. Хотя официально и те, кто агитирует за, и те, кто против, получат из бюджета равные суммы по 7 миллионов. Их тоже потратят на печатную продукцию. Компании в медиа официальные мероприятия. Референдум о членстве Британии в ЕС назначен на 23 июня. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Масло в огонь, балансирующего на грани выживания Евросоюза, подливает Анкара. Президент Турции Реджеп Эрдоган угрожает утопающей в мигрантском кризисе Европе отменой сделки по беженцам. Анкара не примет нелегалов, если Брюссель не выполнит все условия соглашения. А именно, передаст Турции дополнительно 3 миллиарда евро и возобновит переговоры по вступлению этой страны в ЕС, которые в 2007 году приостановили по инициативе Франции. Напомню, Евросоюз рассчитывал, что нелегалов, которые добираются до Греции по восточно-среднеземноморскому маршруту, будут возвращать и размещать их в лагерях для беженцев в Турции. Надежда Савченко требует допустить к ней украинских или немецких врачей. Об этом сообщил в Твиттере ее адвокат Марк Фейгин. Сейчас в тюрьме медицинскую помощь украинской летчице не оказывают. Ранее к Савченко не пропускали даже ее защитников. В конце марта Германия потребовала разрешения на осмотр Савченко для немецких врачей клиники Шарите. Я напомню, два дня назад вступил в силу вердикт Донецкого суда Ростовской области. Надежда запретила адвокатам подавать апелляцию на решение суда, а вчера начала сухую голодовку. И буквально несколько минут назад в Гласевском суде завершилось очередное заседание по делу российских ГРУшников. Свои доказательства предоставляла их защита. Там на месте находится мой коллега Егор Логинов, он с нами на связи. Егор, расскажи о каких подробностях, о каких доказательствах идет речь и как на них реагировало обвинение. Добрый вечер, Наталья. Действительно, заседание суда закончилось буквально только что. Сегодня свои доказательства в суде предоставляла защита российских ГРУшников, в том числе и материалы, собранные покойным Юрием Гробовским. В частности, зачитали заключение российского специалиста Александра Фокина, который он, кстати, сделал на основе выводов украинского судмедэксперта Натальи Яковцовой, которая на прошлом заседании суда выступала. Так вот, по мнению Фокина, Яковцова сделала неверные выводы относительно того, из какого вида оружия был застрелен украинский солдат Вадим Пугачев, который погиб во время боя с диверсионной группой Ерофеева и Александрова. Повреждения пулевые в Костяске из-за человека имеют четкие границы. Эти границы обусловлены, как правило, в большинстве случаев, калибром снаряда поражающего. То есть, другими словами... 5,45, другими словами. То, что из винтореза, который был вылучен при затримании под обновлеченных, не могли убить солдата Пугачева. Бедно. Адвокаты Ерофеева и Александрова попросили суд допросить Фокина. Прокуроры высказались против. И судей тоже посчитали, что в этом нет необходимости. И, собственно говоря, вот как они объяснили свое решение. Что вам не разумеет? Что потребует консультации и разъяснений? Вот вам вот. Мне, например, как для себя, я думаю, коллеги мои все разумеют учиться. Мы взяли и удовлетворяем ваше заключение специалиста. Долучаем до обновлечения акта. И в любом случае, обовязково, он получит правовую оценку. После этого адвокаты показали суду карты, где непосредственно обозначена линия соприкосновения, где происходил бой с российской группировкой. Так вот, по мнению адвокатов, Ерофеев и Александров не пересекали украинскую границу, потому что бой, якобы, происходил на неподконтрольной Украине территории. И вот, что нам по этому поводу сказали прокуроры. Ну что ж, мне осталось добавить только, что очередное заседание по делу российских ГРУшников состоится завтра в 9.30 утра. Спасибо, Егор. Егор Логинов о сегодняшнем заседании суда по делу российских ГРУшников. Вернуть украденное на Донбассе топливо, причем деньгами. Генпрокуратура России требует от боевиков так называемой ДНР Александра Захарченко и Александра Ходоковского возместить бюджетные средства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. В начале марта органы военной прокуратуры и ФСБ России получили доказательства. Из российских эшелонов, прибывающих в Иловайск, похищали значительную часть топлива. В кражах обвиняют Захарченко и Ходоковского. Фото, как улика. Снимок, на котором представитель ОБСЕ веселится на свадьбе с боевиками, подлинный. Он сделан в 2015 году. В ОБСЕ выразили сожаление и заверили, что этого наблюдателя уже уволили. Там называют данный случай единичным и считают, что он не должен влиять на репутацию остальных членов миссии. Фотографию, я напомню, выложил на своей странице в Фейсбук журналист Евгений Спирин. Невеста на свадьбе – это дочь боевика Владимира Тимофеева по прозвищу Стахановский Бабай. Представитель ОБСЕ на фотографии слева. Вооруженные силы начинают испытывать новые сухпайки для военных. Тестирование решили провести прямо на передовой. Руслан Смещук видел военное ноу-хау одним из первых. К тестированию новых сухпайков бойцы подошли, как настоящие десантники. Вначале от души постреляли, побегали и только потом сменили автоматы на ложки. Интересно, интересно. Там есть и шоколад. Без баночек оно удобнее. Вместо шайб, как их называют военные, мягкие вакуумные реторт-пакеты. Их даже в карман положить можно, мешать не будут. А вот содержимое просим сравнить десантника с позывным «Корсар». Посмотрите на кашу. Вот тут зерна, можно заряжать патроны и бить. Посмотрите на вот эту кашу. Она разварена. Она просто разварена. Тут кусок мяса есть, а тут написано, что вот это жир, а не мясо. И вот тут надо писать, каша Парлова с жиром, а не с мясом. Кроме каш с мясом, овощной рагу и обязательное первое блюдо. Все самоподогревающееся. А еще шоколад, галеты, сухофрукты и чай с кофе. Даже жевательная резинка есть. Также одноразовая ложка и вилка. В нынешних сухпайках они отсутствуют. Экспериментальные рационы полностью отвечают стандартам НАТО. Разработали набор продуктов, адаптировали его под украинскую культуру питания. То есть вы видели там борщи, то есть то, что мы едим дома. И соответственно усовершенствовали упаковку. То есть это реторт-упаковка. Это уже огненная Широкина. Украинские морпехи также принимают участие в тестировании. Каждому выдают сухпайок и анкету, где боец потом укажет возможные недостатки и пожелания. Затем в Минобороны скорректируют содержимое и меню. Мне нравится, что здесь есть шоколад. Сейчас разрабатывается 7 видов новых сухпайков. В будущем планируется создание вариантов без свинины для мусульман и иудеев, а также вегетарианских наборов. Вкусно. Да, и то, что ложки едут, тоже хорошо. А то трешечку зигнул вдвое и вместо ложечки вперед. Бомба. В Центре развития снабжения надеются, что уже к концу года новые сухпайки появятся на позициях. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Минкульт не может пересмотреть список актеров, которые снимались в запрещенных в Украине российских фильмах. Так там отреагировали на вчерашнее письмо главы СБУ. Напомню, в нем Василий Грицак попросил не запрещать все без разбору киноленты, снятые до 2014 года. Это нарушает конституционное право каждого на информацию. И вот сегодня в Минкульте пояснили, что обновленный закон о кинематографии запрещает демонстрацию фильмов, если хотя бы один из его участников внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Следовательно, чтобы удовлетворить просьбу СБУ, необходимо менять законодательство. Служба безопасности это заявление пока не комментирует. Закарпатский раскол. Депутаты местного облсовета обратились к президенту, премьеру и спикеру парламента со скандальными требованиями, которыми уже заинтересовалась СБУ. О каких правах они заявили в своем послании, к какому историческому событию апеллируют, что на самом деле хотели сказать закарпатские депутаты и как их поняли в Киеве. О трудностях перевода подробнее Марина Коваль. Информсайты пестрят заголовками. Политический скандал на Закарпатье. Закарпатские депутаты потребовали автономии. Такую реакцию вызвало обращение депутатов облсовета к президенту, премьеру и спикеру. Они вспомнили о референтуме 1991 года, когда люди якобы проголосовали за провозглашение Закарпатья самоуправляемой территорией. Депутаты уверяют, их неправильно поняли. Там есть прохание автономии. Там нет прохания автономии. Там есть прохание скорбить движение децентрализации. Процесс децентрализации пошел в обратном направлении. Мы дали как индикатор уряду, президенту и Верховной Раде, что их задекларированные цели просто-напросто не выполняются. В обладминистрации объясняют, для получения автономии нужно менять конституцию, а местным депутатам это никак не под силу. И их обращение всего лишь попытка обратить внимание Киева на область. Несмотря на все оправдания местных избранников о том, что их неправильно поняли, текст обращения взялась изучать СБУ. Хотят проверить, нет ли там призывов к сепаратизму. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Вопрос децентрализации поднимали сегодня и во Львове. Там мэры украинских городов и нардепы собрались на форум местного самоуправления. Обсуждали в частности новый проект Smart City, так называемый умный город. Во Львове и Киеве проект уже внедрили. О преимуществах рассказывал Виталий Кричко. Говорил столичный мэр и о том, что местные власти всех городов должны объединиться, чтобы вместе лоббировать свои интересы в центральных органах власти. Охота на охотника. Генпрокуратура оспорит решение апелляционного суда Киевской области, отпустившего вчера на свободу скандального экс-нардепа Виктора Лозинского. Напомню, 7 лет назад в охотничьих угодьях в Кировоградской области он застрелил пенсионера. В 2011-м его приговорили к 15 годам лишения свободы. Позднее срок скостили до 10. Но Лозинский решил воспользоваться другой лазейкой, законом Савченко, по которому проведенный в СИЗО день засчитывается за два. И добился освобождения через Бориспольский суд. Прокуратура обжаловала это решение, но апелляционный суд Киевской области оставил его в силе. В итоге вчера вечером Лозинский вышел на свободу. Каких реформ следует ожидать в украинской прокуратуре в целом? Об этом сегодня рассказал исполняющий обязанности генпрокурора Юрий Севрук на круглом столе, посвященном модернизации силовых структур. Севрук поведал о том, как сейчас идет отбор внешних антикоррупционных прокуроров. Они приходят в основном из частного бизнеса и юридических компаний. Также возобновлена работа управления по реформам в самой генпрокуратуре. Там обязаны теперь будут отчитываться прессе о своих результатах. По словам Севрука, он уже провел переговоры о том, чтобы это управление консультировали также международные эксперты. От этого я буду требовать безусловно идеи, которые позволят реформировать органы прокуратуры. Самое первое, что я сейчас поставил для них заявление, так же, как и перед Академией, это призначитесь с критериями оценки руководителей органов прокуратуры, а также простых прокуроров, которые будут всем понимать, которые не будут зависеть от субъективного фактора, чтобы каждый прокурор на месте, а также каждый партнер прокуратуры в области и генеральный, понимал, что он должен делать и я. Кроме того, одним из эффективных методов борьбы с коррупцией в ведомстве, исполняющий обязанности генпрокурора, назвал повышение зарплат для чиновников. За год прокуратура потеряла половину кадрового состава. Приходится принимать молодых специалистов, которых потом очень сложно удержать в областях. В Луганской области, например, есть только 20% кадрового состава. По мнению Северука, количество прокуроров нужно увеличивать, исходя из роста показателя преступности. Люди работают. Работают по 12-14 годин, когда нужно и больше. Люди молодые, освобождаются. В лютому их было 70, сейчас 130. Какая количество будет набираться, мы не знаем. Будь-якими шляхами они пытаются перейти в аппарат, в генеральную прокуратуру, найти работу в юридических фирмах. Само через это, что есть навантажение. После выступления на круглом столе Севрук ответил на вопросы журналистов. В частности, готов ли он возглавить ГПУ уже без приставки ИО. Ответил так, цитирую, в случае необходимости. От заплаток к полной модернизации. Украинские международные эксперты обсуждали вопросы работоспособности газораспределительных сетей, построенных 60 лет назад. Для их обновления ежегодно необходимо около 5 миллиардов гривен. Таких денег у газораспределительных компаний нет. В течение многих лет облгазы несут убытки. В прошлом году они превысили 3 миллиарда. Чтобы перейти от залатывания старых труб к модернизации, эксперты призывают государство обратить внимание на состояние отрасли. На обслуживание сетей облгазы получают лишь 3% от суммы, которую потребители платят за топливо. В Европе на эти цели идет не менее пятая часть от тарифа. Если облгазы обяжут дополнительно платить за пользование сетями, то средств не хватит даже на текущие ремонты. Нельзя телегу впрягать впереди лошади. Необходимо, чтобы газораспределительная система стала не системой эксплуатации, а бизнесом. То есть она должна зарабатывать прибыль. Тогда из-за прибыли можно платить за сети. Регуляторная политика должна быть в направлении стимулирующего тарифоотворения, когда комиссия не занимается исключением скрытых резервов, а дает возможность доинвестирования, дает возможность обеспечить потребителям качественную послугу, при этом задаются долгостроковые параметры по уменьшению тарифов. Посмотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Поездка с двумя неизвестными. Полиция разыскивает пропавших пользователей сервиса Бла-Бла-Кар. Террористы из Европарламента. Куда привели следы одного из организаторов брюссельских взрывов? Криминальный оргазм. Во что французам обойдется поход налево? Эхо Панамагейта. Новые отставки из-за опубликованных панамских документов об офшорах. Кто на этот раз об очередных последствиях скандала, расскажет наш корреспондент в США Тихон Зитко. Список жертв панамского расследования пополнился Михаэлем Грахамером, директором одного из австрийских банков. Финучреждение фигурирует в документах о выводе денег в офшоры, которые в последние дни публикует мировая пресса. Именно это стало причиной отставки Грахамера, который, впрочем, утверждает, что банк ничего не нарушал. Последствия панамского скандала пока сложно оценить. Тем более, что журналисты обещают публикацию еще многих материалов. Ну а пока историю прокомментировал президент Панамы Хуан Карлос Варелло. Панамское правительство создаст независимую комиссию из отечественных и международных экспертов. Она оценит нашу текущую практику и предложит меры, которыми мы поделимся с другими странами в целях укрепления прозрачности финансовой и правовой системы. Впрочем, созданием комиссии дело явно не ограничится. Новый черный список офшорных стран создаст Евросоюз. Комиссар ЕС по вопросам экономики Пьер Московиси рассказал, в ближайшее время 28 стран Евроблока обсудят единые критерии для создания такого реестра. Рассчитывают, список поможет бороться с нечестными на руку налогоплательщиками. На составление документа уйдет полгода. Московиси убежден, после Панамы Гейта такой список теперь необходим. Однако при этом отметил, Панама на сотрудничество не идет. Возможно, теперь ситуация изменится. По Европе панамский скандал пока ударил больше всего. Накануне швейцарская полиция провела обыски в штаб-квартире УИФА. Ведь в опубликованных документах фигурирует имя бывшего генсека организации, ныне президента ФИФА Джани Инфантино. Американцев в панамском скандале засветилось мало. Во всяком случае, в опубликованных к этой минуте документах в США больше комментируют и делают выводы. В том числе и неожиданным образом. Так, представители Викилик заявили, что за публикацией Панамского архива стоят власти США и фонд Сороса, желающие нанести удар по России. Тихонь Зитко, Никита Исаико. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Следы одного из брюссельских террористов привели в Европарламент. Об этом рассказал пресс-секретарь законодательного органа ЕС Жауме Гучги-Йот. Преступник работал уборщиком. Наводил порядок в здании в 2009-2010 годах. Его имя пресс-секретарь не уточнил, но журналисты и рейтер предполагают, что речь идет о наджиме Лашрауи. Он в марте подорвал себя в аэропорту Завентем. У Лашрауи не было судимости, поэтому он мог работать в клининговой компании, которая предоставляла свои услуги Европарламенту. Поездка с двумя неизвестными. 25-летнего львовянина ищут со вторника. Тарас Позняков был пользователем популярного сервиса Бла-Бла-Кара. Известно, что в поездку из Львова в Киев он взял двоих попутчиков, а на подъезде к столице с ними пропалась связь. Какие версии у полиции и у родителей Тараса? Елена Митясова сейчас прямо с нами на связи. Она находится в Буэрке под Киевом. Именно в этом районе сейчас ведутся активные поиски пропавшего. Лена, здравствуй, расскажи все, что тебе удалось узнать. Наталья, третьи сутки поисков и пока никаких результатов. Волонтеры сутки напролет прочесывали леса и дачные кооперативы, где в последний раз была замечена машина 25-летнего Тараса Познякова. Парень в понедельник выехал со Львова в Киев на важную встречу. Через сервис Бла-Блакар он нашел себе в дорогу попутчиков. Но до столицы не доехал буквально пару десятков километров. Связь с ним пропала. Сегодня родители пропавшего обратили к журналистам с просьбой осторожнее относиться к информации о поисках, чтобы не навредить расследованию. Тарас во Львове работал помощником судьи. Возможно, его удерживать с целью выкупа, говорят родители. Мы уверены, что он, конечно, живый. И мы готовы заплатить любую нагороду за нашего сына. Он ехал на очень важную встречу, но на своем транспортном среде. Реестрационный номер машины ВС-44-46СИ, Ауди-6 серого кольора. Пропал сразу на заправке. Видеокамеры на заправке под Киевом зафиксировали автомобиль Тараса. На фото видно одного из попутчиков. Но кто он неизвестен, пишут волонтеры в соцсетях. Однако активисты установили и еще двух пассажиров, зарегистрировавшихся через сервис Блаблакар, на поездку с Тарасом. Один из них уже заявил о своем алиби, мол, в этот день он был в Киеве и никуда не уезжал. Местонахождение второго неизвестно. А вот одному из интернет-изданий и своих источников стало известно, что полиция уже установила личности возможных подозреваемых. Они вооружены, опасны, их ищут. Но официально в правоохранительных органах нам эту информацию пока не подтвердили. Это оперативная информация, я не могу вам рассказать, потому что перед этим я рассказал, что особы, которых журналысти разместили в интернет-проссоре, потом показали по каналам телевизора возможных пассажиров, мы сейчас их не можем установить, потому что они знают, что их шукают. Они могут быть причетными, а могут быть и не причетными до скурения какого-то злочину. Но, приятнее, они до органов правоохранительных не отвертаются, и найти мы их не можем. Сейчас полиция рассматривает две предварительные версии случившейся. Одна – это угон автомобиля, вторая – связанная с профессиональной деятельностью Тарас. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Поиски продолжаются. Сегодня подключили водолазов, прочесывают днища водоемов в районе Белогородки и села Бобрица. Студия. Спасибо, Лена. Елена Митясова о поисках Тараса Познякова. В Одессе в хищениях в крупных размерах уличили бывшего руководителя госпредприятия «Черасморпуть». Это крупнейшее предприятие Украины, которое занимается дноуглубительными работами. Он, будучи в должности, списал 18 кораблей и плавсредств. Ущерб от этого составил почти 34 миллиона гривен. Сегодня полицейские сообщили ему о подозрении. Меру пресечения в ближайшее время изберет суд. Правоохранители настаивают на аресте. Проведены обыска, в ходе которых изъяты необходимые для следствия документы, которые будут доказывать состав преступления данному гражданину. Правовая квалификация – это хищение, совершенное в особо крупном размере. Украинские инвесторы начинают вкладывать деньги в украинские предприятия. Сегодня в Кировограде претендовали «Литейный завод». Здесь производят комплектующие для сельхозтехники. Как это скажется на качестве и цене отечественных машин, выясняли мои коллеги. Фермерское хозяйство под Николаевом. Здесь занимаются выращиванием зерновых. Техники немного, два трактора и комбайн. Все украинского производства. Фермер говорит, и хотел бы купить машины за рубежом, но сейчас это слишком дорого. У нашей техники нет металла. Это самая беда. Все делают, может они и стараются. Но металл очень плохой, некачественный. Огромный секс, современное датское оборудование, экологически безопасное производство – это «Литейный завод Металит» в Кировограде. Все заготовки для деталей, от рычагов до корпусов гидравлики, отливают из особо прочных видов чугуна. По качеству продукция не уступает импортной, по цене более выгодная. На предприятии, говорят, они не только создают рабочие места, но и обеспечивают приличное поступление в местный бюджет. В сам завод вложили примерно 120 миллионов гривен – деньги украинского инвестора. Сегодня мне мало известно иностранных инвестиций в Украину. Очевидно, надо нам для инвесторов создать условия. Это самые-самые разнообразные условия, их очень много, стабильность валюты, даже те дороги, по которым мы с вами иногда не сможем проехать. В их федерации работодатели признают, запуск новых заводов для Украины – редкость. Одна из главных причин – инвесторы не только не хотят вкладывать деньги. В развитие украинских предприятий многие даже уходят. Мы не имеем стабильной ситуации ни в экономике, ни в валютной политике, ни в захвате прав властности. Поэтому те инвесторы, которые инвестуют в Украину, на сегодняшний день, на жаль, это выключение. Как правило, инвесторы шукают другие гавани и, на жаль, это не Украина. Изменить ситуацию можно. Украинские работодатели подготовили план модернизации страны. Если власти его примут и вместе с бизнесменами проведут реформы, то за 10 лет Украина сможет привлечь около 300 миллиардов долларов. Возможно, тогда и фермеры не будут гоняться за иностранной техникой, а больше станут доверять украинской, качественной и более дешевой. Елена Брынза, Кирилл Ющишин, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кировоград. Заработок хороший, а работа не пыльная. Улицы Черкас пестрят объявлениями о наборе курьеров с зарплатой от 8 тысяч гривен. Вот, правда, доставка оказалась не совсем обычная. Давайте узнаем, о чем речь. Александр уже несколько месяцев ищет работу. Говорит, деньги сейчас очень нужны. Поэтому и клюнул на красочное объявление о вакансии курьера. Но когда связался с работодателем, опешил. Ему, бывшему сотруднику правоохранительных органов, предложили развозить наркотик «Спайс». И не где-нибудь, а в России. Вы берете рюкзак, положите себе туда груз, идете по городу, спелкуетесь, гуляете, находите такие подъемные места, где кладете пакуночок с этим «Спайсом». Потом смс-ка насылаете своему менеджеру, где вы его поклали. Эти объявления в Черкасах появились несколько недель назад. Зарплата заманчива – 8,5 тысяч гривен. Установить, какая организация набирает таких высокооплачиваемых курьеров в Россию, не удалось. Связаться с работодателем можно только по мобильному номеру. В разговоре тот, не скрывая, объясняет все требования к претенденту. Курительная смесь «Спайс» запрещена в Украине. Сергей, журналист одного из черкасских интернет-изданий, ради эксперимента попытался устроиться на работу наркокурьером. Но узнать, где находятся вербовщики и кто они, так и не смог. После выхода статьи выяснилось, Черкаса – не единственный город, где висят такие объявления. Мы дали пользователей посылания на публикации в российских средствах массовой информации. И там показалось, что в статье затриманных несколько жителей, например, Украины, так и с наркотическими средствами. Близко где-то с 5 мест, где точно есть реклама. Сокременно, это Миколаев, Харьков, Днепропетровск. После публикации объявлениями заинтересовались и в полиции. Факты вербовки украинских граждан уже расследуют. Все изясовывается подчас проведения следственных действий, следственных действий, которые сейчас и происходят. То есть, когда это все будет изясовано уже остаточной, тогда будет дана бюджетальная ответственность. Полицейские просят какую-либо информацию сообщать в правоохранительные органы. Станислав Кухарчук, Олег Клименко, подробности, телеканал Интер, Черкасы. Израиль сегодня целый день отражает атаки арабских хакеров. Они продолжают испытывать на прочность системы киберзащиты еврейского государства и пока без особого успеха. О тайной войне. Подробнее Сергей Ослендер. Он в Иерусалиме. Весь сегодняшний день по периметру Израиля идет жестокая битва. Правда, для обычных граждан она совершенно незаметна. Да и периметр, в общем-то, виртуальный. Именно в этот день, 7 апреля, ежегодно пропалестинские и проарабские хакеры из организации «Анонимус» предпринимают массовые атаки на израильские сайты. О чем спецслужбы, конечно, предупреждают заранее. Все хай-тек-компании получили распоряжение очередное. Не открывать неизвестные письма, не нажимать неизвестные линки. В общем, все как обычно, но сегодня просят особенно внимательно за этим следить. Все эти предупреждения касаются и обычных израильтян. Им рекомендовано соблюдать особую осторожность в социальных сетях. Тем более, что в последние дни в Фейсбуке зафиксированы многочисленные взломы аккаунтов и рассылка вирусов. Надо сказать, что организация «Анонимус» предпринимает подобные атаки уже четвертый год подряд. В 2014-м им удалось обойти защиту некоторых сотовых компаний, после чего определенное количество абонентов получили СМС откровенно антисемитского содержания. Кроме того, они сумели на несколько часов парализовать работу сайтов управления гражданской авиацией, почтовой службы и Министерства просвещения. Но лучше всего им удался взлом сайтов Ассоциации урологов Израиля и партии «Мерец», которая по иронии судьбы считается самой проарабской в еврейском государстве. И не надо думать, что это происходит только тогда, когда они об этом говорят. Это, в общем, происходит каждый день. И каждый день специальные службы за этим следят, и ведется вот такая вот тайная война. Были некоторые попытки проникновения в государственные сайты, государственных учреждений. Было даже, разговаривали о том, что они смогли захватить управление беспилотника одного израильской армии. Но на данный момент серьезного ущерба нанесено не было. От всех этих атак есть и несомненная польза, говорят эксперты. Это своего рода постоянное и очень эффективное тестирование этих самых систем, которое позволяет быстро, четко выявлять и устранять слабые места в компьютерных защитах. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал «Интер» Израиль. Расценки на любовь. Сколько по новым правилам французам теперь придется заплатить за поход налево? Об этом не только в нашем обзоре. В Венесуэле пятницу сделали третьим выходным. Правда, всего на два месяца. На такие меры власти пошли ради экономии и электричества. В стране засуха и все водоемы гидроэлектростанций осушаются. Если уровень воды будет стремительно снижаться, то работу ГЕС и вовсе придется остановить. Кроме того, в стране действует чрезвычайное положение из-за экономического кризиса. Полторы тысячи евро штрафа за связь с проституткой. Во Франции парламентарии решили наказывать тех, кто пользуется любовью за деньги. Если же нарушителя поймают повторно, то сумма будет уже в два с половиной раза выше. Три тысячи семьсот пятьдесят евро. А вот самим работницам секс-индустрии опасаться нечего. За привлечение клиентов их карать не станут. Чарли Шин оказался под следствием. Полиция Лос-Анджелеса открыла на голливудского актера уголовное дело. Официально причины не называются. Но американские СМИ уверены, все неприятности связаны с его бывшей невестой, порно-актрисой Скоттин Рос. Она не раз обвиняла Шина в угрозах и побоях. А кроме того, актер о своем ВИЧ-статусе рассказал ей якобы только после нескольких интимных вечеров. 394 тысячи долларов за стул. В Нью-Йорке с аукциона продали кресло британской писательнице Джоан Роулинг. Сидя в нем, она придумала первые два тома романа «Гарри Поттер», который принес ей мировую славу. Стул изготовили еще в 30-х годах. Писательнице он достался бесплатно. Новый собственник раритета свое имя раскрывать не пожелал. В Шотландии нашли первый сборник пьес Шекспира, изданный еще в 1623 году. Его обнаружили на острове Бьют. Произведения опубликовали через 7 лет после смерти драматурга. В сборнике 36 пьес, 18 из которых в то время вышли в свет впервые. Тираж издания, вероятнее всего, не превышал тысячи экземпляров. Выпить кофе в компания с ежиком предлагают в Токио. Там открыли уникальный ресторанчик, где обитают несколько десятков ежей. Всех их можно брать в руки, играться и даже кормить. Желающих хоть отбавляй. В заведении выстраиваются очереди, хотя вход не бесплатный. В будние дни посетителям придется заплатить 9 долларов. Выходные 12. Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности Юэй. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова